Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета Рабочих Корреспондентов. Тема занятия «Социализм как уничтожение классов». Читает лекцию доктор философских наук, профессор Поповник Филосович. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Сразу скажу, что я хотел бы уйти от того, что абсолютно всем известно. Здесь все присутствующие знают, что социализм есть уничтожение классов. Я думаю, что все также знают, где это Ленин сказал. Сказал он, что это в работе великий почин. Социализм есть уничтожение классов. И вот, надо сказать, что уже немногие присматриваются к этому высказыванию и его анализируют. Если его анализировать, можно сделать вывод по-другому несколько вопросов. Социализм – это классовое общество, и социализм – это бесклассовое общество. Но если посмотреть на само это высказывание, социализм есть уничтожение классов, то классы и социализм соединены через уничтожение, то есть через отрицание. Либо классовое останется, тогда, значит, не будет социализма, а если социализм, то этот социализм должен привести к уничтожению классов. Так что это некая противоположность, в сторону которой социализм и уничтожение классов. И вот с этой точки зрения можно сказать, что, конечно, социализм надо рассматривать как бесклассовое общество. Но какое бесклассовое общество? Такое бесклассовое общество, в котором преодоление классов осуществлено, но осуществлено не полностью. И не случайно в этой работе Великий Почин говорится, что для полного уничтожения классов… То есть не об уничтожении классов только говорится, а для полного уничтожения классов недостаточно ликвидировать эксплуатацию. Эксплуатацию, когда ликвидированы, тем самым уничтожены антаминистические классы или антагонизм классов уничтожен. А для полного уничтожения классов необходимо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. То есть речь идёт о том, что бесклассовое общество в первой своей фазе, на первой своей ступени, оно содержит в себе своё отрицание. И это отрицание состоит в том, что это преодоление классового характера общества не полностью осуществлено. Оно бесклассовое, но не полностью. Вот это надо иметь в виду, но я хотел бы это поставить в общую связь со всей проблемой развития социализма, потому что развитие социализма в качестве своего сущностного ядра или в качестве основной проблемы имеет уничтожение классов. Но надо, чтобы это было в системе, а не просто выхваченное высказывание со ссылкой на то, что у Ленина написано там-то и там-то. То есть вопрос не в том, что мы выдёргиваем цитаты и эти цитаты зачитываем. Вопрос в том, чтобы мы понимали место этого положения в системе развития коммунистической общественно-экономической формации на её первой ступени, её первой фазе. Что такое социализм, о котором идёт речь? Социализм – это коммунизм в первой фазе. Или, можно сказать, неразвитый, незрелый, неспелый коммунизм. Такой коммунизм, который ещё только выходит из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, я бы это подчеркнул, прежде всего. А раз в экономическом, то можно было бы остальное вообще и даже не упоминать, потому что если есть в экономическом, то будет и во всём остальном. Но дальше продолжает и Маркс в корейской годской программе, и Ленин в государстве революции в экономическом, нравственном и умственном отношении. Несёт отпечаток того строя, из которого он вышел. То есть в этом состоят родимые пятна капитализма. Но это родимые пятна капитализма на коммунизме или коммунизме. Поэтому они не существуют отдельно. Они не существуют как уклад. Они не существуют как отдельные какие-то способы производства. Потому что мы говорим о социализме, а они в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Надо сказать, что, не знаю, как здесь присутствующие товарищи, но я вот с некоторыми категориями не сразу совладал. Потому что я ещё и преподавал политэкономию социализма в своё время, будучи доцентом на экономическом факультете. И вот когда я её преподавал, я вечно говорил о том, что вот у нас пять укладов в переходный период. Здесь один из них социалистический уклад. А потом, когда я решил перепроверить ту литературу, которая даётся к семинарскому занятию, оказалось, что в работе Ленина «Экономика и политика. В эпоху диктатуру пролетариата» говорится не о социалистическом укладе, а именно о коммунистическом укладе. То есть рассматриваются какие уклады. Патриархальный – это понятно, люди производят и сами же и съедают. Это мелкобуржуазный, то есть производят для обмена, для товарного производства. Это частнохозяйственный капитализм, потому что далеко не всё было национализировано. Это то, что не было национализировано, это частнохозяйственный капитализм. Мы знаем, что можно было иметь трёх наёмных работников законно, легально, в переходный период, в период НЭП. Четвёртый – это госкапитализм. Госкапитализм означает следующее, что это государственные предприятия, на которых написано, что они государственные предприятия, что они принадлежат государству, но экономически это выражается только в одном – что прибыль они сдают государству. А действуют они, как и раньше действовали, государство никак ими не управляет, никак не регулирует, плановую систему они не встроены. А почему не встроены? Ну, не успели ещё их встроить. Никак они не попали в эту систему, они ещё за рамками. А раз они за рамками, то, значит, они там, где брали сырьё, оттуда и берут. Тому, кому отправляли продукцию, тому и отправляют. А дальше что они делают? А то, что сегодня делают у нас государственные предприятия, вот сейчас, что они делают? Они изображают часть прибыли в виде зарплаты, поскольку это зарплата, а оставшаяся, то есть прибыль, которая объявляет прибылью, а на самом деле малую часть отдают государству, а всё остальное под видом зарплаты берут себе. Ну, скажем, в той же Роснефти сейчас в месяц получают члены правления Роснефти где-то 28 миллионов, из них, будем считать, 40 тысяч – это их зарплата, а сверх 40 тысяч – 27 миллионов и ещё там сотни тысяч – это прибавочная стоимость, которая выдано, представляется как некая зарплата. Это, конечно, прибавочная стоимость. Но, поскольку никто не регулирует ничего, в этом смысл этого госкапитализма. А почему не регулирует? А потому что они смогли пока. А то, что регулируем, а то, что регулируем, это называется коммунистический уклад. То есть, вот те предприятия, которые у нас уже в 20-м году были объявлены, разработаны план ГОЛРОВа, началось планирование. Так, целая система планирования объявлена, но ещё не осуществлена, и так никогда и не была осуществлена годовые, среднесрочные и долгосрочные планы. И последним долгосрочным планом был план ГОЛРОВ. Но он был не директивный, а как бы такой прогнозный. И вот годовые были, потом появились, пятилетние появились попозже. А в рамке пятилетнего планирования надо было и выйти после войны. Никто за него не вышел, наоборот, начался демонтаж системы социалистического управления. Так вот, последний коммунизм. Когда вот эти все четыре, кроме пятого, изживаются в переходный период, остаётся коммунистический уклад. Какой? Ну, такой, который вышел, а раз он весь захватывает всю экономику, он уже не уклад. А это вообще коммунизм. Какой коммунизм? Ну, такой, какой вышел из капитализма. Выход закончился. Переходный период закончился, значит, коммунизм охватывает всю экономику. Скажем, можно сказать, возразив Никите Сергеевичу Хрущёву, что не нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а прошлое поколение советских людей с 1936 года жило при коммунизме. Оно жило при коммунизме раз, во-вторых, оно жило в бесклассовом обществе. Ну, в какой стадии? Ну, на стадии, когда ещё не полностью преодолено деление на классы. А в чём это выражается? А в том, что есть ещё различия между городом и деревней, людьми и умственными физического труда. Мы жили... Какое у нас было производство? Непосредственно общественное. Ну, какое непосредственно общественное, в котором есть ещё и в отрицании товарность. Не товарное производство рядом. Это уже нету ничего рядом. Это только в непосредственно общественном производстве есть его момент. И действия социалистического работника диктовались не только общим интересом, связанным с развитием всех членов общества. Ну, у него был такой интерес, значит, если он получает из фонда распределение по труду, по принципу, чем больше фонд, тем больше получает. Но если увеличивается его доля в фонде распределения, он в этом тоже заинтересован. Пусть этот фонд сокращается, а его доля увеличивается. Поэтому не в субъективном плане, что он там думает, а в объективном плане каждый работник при социализме имеет интерес двоякий. Первое. Он заинтересован в росте общественного богатства, и ещё он заинтересован в росте своей доли в этом богатстве. Все эти два интереса противоположны. А вот вся, так сказать, деятельность там партии, государства, вся эта система социалистическая существует для того, чтобы это противоречие разрешить должным образом. Ну и таким образом, если брать это более, можно сказать, систематично, то всё это может быть выражено в виде системы противоречий, в виде системы разрешения противоречий развития социализма, который выглядит следующим образом. Противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием в нём самом разрешается через борьбу за коммунизм и против этого отрицания. Это самая общая и самая абстрактная постановка вопроса. Но она всеобщая, то есть это относится ко всему и ко всем. Значит, разрешается борьбой, борьбой за коммунизм. А как можно бороться за коммунизм при коммунизме? Конечно, в первой фазе коммунизма приходится бороться. Между прочим, во второй фазе тоже надо бороться за коммунизм. Некоторые товарищи цитируют Марк Энгельса, когда они говорят, что наше всё учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Этой фразой можно выразить, это всё учение. А в чём состоит уничтожение частной собственности? В постоянном воспроизводстве общественной. А постоянное воспроизводство общественное – это постоянное подчинение производства общим интересом. А раз общий коммунизм означает общий, коммунизм состоит в том, чтобы всё время всё осуществлялось в общественных интересах, а не в частных. Вот почему можно всё учение выразить. А это выразить можно одной фразой, а изложить, конечно, одной фразой нельзя. Раз производство, значит, это уже самая мысль о борьбе за коммунистическую природу, коммунизма в первой фазе. Мы должны выразить, прежде всего, экономически, поскольку марксизм все вопросы, связанные с развитием общества, основывают или обращают внимание на то, что они все основаны на развитии производства. И производство является решающим для всех остальных сфер общества. А по отношению к производству, подчинению производству общественным интересам, что означает, что производство при социализме непосредственно обмена, а непосредственно выступает как общественным. А другими словами, оно является непосредственно общественным, а не товарным производством. Дальше пойдём. Вот это непосредственно общественное производство только тогда будет развиваться и укрепляться, если будет осуществляться борьба за непосредственно общественное производство против товарности. А в чём может выражаться товарность? Вот у вас какие-то показатели, допустим, по выпуску продукции, они в килограммах. Будут делать тяжелые вещи некоторые граждане. Тогда вы переделаете показатели и будете мерить трубы в метрах. А тогда они будут вам много делать, очень тонкостенных труб малого сечения, малого диаметра. А больших труб делать не будут. Если вы будете мерить в деньгах, хотя деньги при социализме, в низшей фазе коммунизма, как известно, как Марк и Энгельс говорили, что это рабочие квитанции. И в этом хорошо написано в книге Косолапова «Социализм к вопросам теории». Я бы это рекомендовал. Что это рабочие квитанции. Но если вы будете стараться получить как можно больше объема реализации, что нужно сделать? Нашлись такие народные умельцы, которые после реформы 65-го года, когда во главу угла были поставлены вот такие показатели, объемные, затратные показатели, они стали сокращать вольфрамовую нить по длине. И она стала чаще перегорать. А чаще перегорать, значит, тем больше люди покупают. А больше люди покупают, больше объем реализации, больше премия. Красота. И так далее. И поэтому, значит, существует противоречие между непосредственно общественной природой или непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, как отрицательным моментом непосредственно общественного производства. Как разрешается это противоречие? Благодаря осуществлению принципа приоритета общественных интересов. Его можно разрешить только одним путем. Разрешить, я имею в виду, по линии движения вперед, по линии движения назад. Можно разрешить тоже его. Если вы глава угла поставите интересы отдельных предприятий, отдельных единиц, отдельных работников и так далее. И если мы посмотрим на забытие, которое проходило после 1965 года, мы увидим, что именно этот процесс и шел. Процесс, который сводился к тому, хотя это называлось оптимальным сочетанием, как сейчас оптимизация, и что называется? Оптимизация – это значит, что у вас захотят забрать деньги. Скажем, что такое оптимизация здравоохранения? Это значит, что 22 тысячи врачей сократить на 7%, уменьшить расходы на здравоохранение. И это назвать оптимизацией. Также не скажем, что мы вам сейчас голову отрежем. Нет, мы сейчас вас оптимизируем, и вам легче будет, не надо будет нагибаться при входе в метро. Но, возможно, вам и входить не надо будет. Еще проще, еще больше это будет оптимизация. Значит, борьба за общественные интересы. Но вот тут-то и встает вопрос, что речь идет об общественных интересах, а интересы – это такая характеристика положения людей, экономических, которая показывает, что им объективно выгодно. То есть, какие действия или изменения улучшают положение людей и в какой степени, а какие ухудшают в какой степени, в какой мере. Ну, а еще не достигнута социальная однородность и отрицание коммунизма является наличие пока еще социального неравенства. И вот тут-то как раз мы и должны сформулировать то противоречие, которое связано с тем, что коммунизм в первой фазе является бесклассовым обществом, но в первой фазе, то есть неразвитым бесклассовым обществом с отпечатками старого. И в чем тогда заключается это противоречие? Вот должен сказать, что это не так просто сформулировать. Я в свое время сформулировал, еще когда выпускал книгу «Полномерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». А вы говорите, что нельзя найти. Можно. И сформулировал так, что это противоречие между бесклассовым природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе. Ну, вот по здравому этому размышлению уже гораздо более позднему, когда я уже и книгу из зал, и докторскую получил, и профессором являюсь, но я вот в более позднее время пришел к тому, что неправильно сформулировано это противоречие. Потому что, если мы скажем наличием классов, тогда они как бытие, они как отрицание выступают. Поэтому это неправильная формулировка. Правильная формулировка должна быть между бесклассовым природой коммунизма. И еще не полностью преодоленным делением общества на классы. То есть вообще коммунизм означает полное преодоление деления на классы, полное уничтожение классов, а раз неполное, вот и в этом и противоречие. Поэтому вот если правильно сформулировать, то мы получаем вот такую картину. А раз неполное все преодоленное, значит есть различия классовые. А в чем классовые различия? Классовые различия – это различия в положении экономическом, а различия в положении означает различия в экономических интересах. Тогда встает вопрос не общий, что для разрешения противоречия движения специализма нужно действовать в общественных интересах. А так общественные интересы разные. Какие же взять за общественные? И нельзя их просто какие-то умственные, выдуманные интересы взять за эти общественные. Надо взять какие-то из тех, которые есть на самом деле в экономике. И вот за такие интересы можно взять только интересы рабочего класса. Он единственный класс, с осуществлением интересов которого связана ликвидация социального неравенства и полное уничтожение социального неравенства. Поэтому его интересы являются общественными. Не так дело обстоит, что есть интересы рабочего класса, есть интересы колхозного крестьянства, есть интересы интеллигенции, а есть общественные. Нет, общественные в воздухе-то они не висят, это общественный интерес, это тут надо решить, либо-либо-либо, или вера, или надо, или любок, что-то надо тут на чём-то остановиться, остановиться можно только на интересах рабочего класса, потому что никакой другой слой или класс социалистического общества, или класс, находящийся в процессе своего уничтожения, как, скажем, класс колхозного крестьянства, это, строго говоря, уже и не класс. Никакой другой класс таким свойством не обладает, потому что можно улучшить положение крестьянства, ухудшив положение горожан, можно улучшить положение интеллигенции, интеллигенции меньше, чем рабочих и крестьян, с мира по нему голым не только рубаха, 4 рубахи, 5 рубах, поэтому положение профессоров и других прочих интеллигентов можно улучшить за всё это ухудшение положения рабочих и крестьян. А вот положение рабочего класса нельзя улучшить за счёт других слоёв, потому что, ну а кто будет его лечить, а кто будет его учить, потому что кто будет обеспечивать развитие науки, без которой нет серьёзного улучшения положения. Поэтому интересы рабочего класса являются общественными. И тогда то же самое противоречие, общее, которое я вначале сформулировал как противоречие между коммунистической природой, социализмом и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, теперь уже будет более конкретно выглядеть таким образом. Это противоречие между бесклассовой природой коммунитма и наличием классов, и неопредалённым ещё полностью делением на классы, и это противоречие разрешается благодаря не просто борьбе за общественные интересы, а не просто за счёт обеспечения приоритета общественных интересов, а уже, можно сказать, путём обеспечения приоритета интересов рабочего класса. То есть мы не отказываемся от того, что мы выше сказали, это общее положение получает конкретное выражение. То есть борьба за приоритет интересов рабочего класса. А что, собственно говоря, собой представляет борьба за интересы рабочего класса? И мы вспоминаем с вами то определение диктатуры Больтериата, которое Ленин дал детской болезни, ревизны в коммунизме. Вот оно здесь, как такое диалектическое определение, очень подходит. Это упорная борьба, кровавые и бескровные, военные и хозяйственные, насильственные и мирные, педагогическое и администраторское против сил и традиций старого общества. И вот пока эти силы и традиции старого общества есть, диктатуру Больтериата, вот эту самую борьбу прекращать нельзя. Смысл диктатуры Больтериата в борьбе? Борьбой разрешается, социальной противоречившей борьбой, причём классовой борьбой. И она классовая борьба до тех пор, пока классы полностью не уничтожены. И её ведут для того, чтобы полностью классы уничтожить, а не для того, чтобы её сохранить, эту борьбу, а не для того, чтобы сохранить классы. И вот тогда можно сказать, что благодаря осуществлению диктатуры рабочего класса разрешается противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов, между непосредственно общественным характером производства и товарностью, между бесклассовой природой коммунизма и непреодолённым ещё полностью делением общества на классы. Ну а если речь пошла о борьбе за осуществление приоритета рабочего класса, отсюда вытекает, что рабочий класс в условиях социализма является субъектом управления. И субъектом государственного управления. Почему? Поскольку если речь идёт о приоритете, значит это борьба, а если борьба, то она требует не только убеждения, но и принуждения. Поэтому существует необходимость в государстве, хотя, как написано в государстве революции, это уже полугосударство, потому что нету противоположного класса, не надо подавлять класс. Но зато очень много случаев, когда надо подавлять, попытки поставить какие-то частные интересы или особые интересы во главу угла и поставить их выше интересов всего общества, выше интересов рабочего класса. Но для того, чтобы осуществлять вот эту самую борьбу, она должна быть планомерной. Поэтому развитие социалистического общества в интересах рабочего класса предполагает составление планов в интересах рабочего класса и осуществление их с помощью соответствующей системы планово-централизованного управления. Планово-централизованного, а не центрального, как вот есть такая теория центрального управляемого хозяйства, адепты которой доказывают, что вот при социализме все планировалось из одного центра, это, конечно, глупость, потому что могу вам сообщить такие данные, что когда у нас работал госплан и правительство, и производство было плановым, на уровне правительства утверждалось тысяча позиций номенклатуры, тысяча всего. На уровне отраслевых министерств 17 тысяч, а все остальное на местном уровне, на уровне соответствующих отделов экономических местных советов, которые были. Поэтому централизованное плановое управление, они центральные. Ну а стихийность тут имела место, стихийность имела место в двух видах и в двух ипостасях. Один вид связан с тем, что никогда вы не познаете за короткое время все до конца, даже и за очень большое время, все равно познать действительность, в том числе экономическую, во всей полноте и подробности, и конкретности невозможно. Но это, так сказать, верно и для полного коммунизма, правильно? А вот вторая часть, а то, что еще, поскольку есть различия в интересах, то поскольку план выражает интересы рабочего класса, а у меня есть кроме интересов рабочего класса, даже если я рабочий, и другие интересы. Я конкретный работник, и мне выгодно вот это сделать, а не вот то, что написано в плане. Поэтому различия в интересах подрывает эту самую социалистическую плановерность, и элементы стихийности вытекают из недостаточного познания, с одной стороны, и с другой стороны, и с противоречия в интересах. Но для того, чтобы это все преодолевать, и нужна система государственного, планового, централизованного, уже государственного. Потому что, если стоит вопрос о приоритете интересов рабочего класса, вы его без государства рабочего класса, без диктатуры притрата вы не реализуете. И поэтому, скажем, когда у нас убрали диктатуру притрата, ну, вся разваливаться стала система государственного управления, система управления обществом, и все эти самые противоречия стали разрешаться противоположным образом, в противоположном направлении. И пошел процесс перехода от коммунизма, хотя и не полного, к капитализму, уже потом, в 91-го года, уже и полного. Вот что стало происходить. И вот, вроде бы, мы тут должны порадоваться, что противоречия между бесклассовой природой, между планомерным характером социалистического воспроизводства элементами стихийности и ее организации разрешаются с помощью системы государственного, планового, централизованного управления. Но в самой этой системе сидят люди, у которых особые интересы. Они все не рабочие, прежде всего. И даже если вы привлекаете рабочих и участвуете в управлении, то они в течение первой фазы коммунизма, поскольку еще и рабочий день длинноватый, свободное время великолепное, маловато, то в это время вы не получите того контроля всенародного и всеобщего участия в управлении, про который Ленин в государстве революции писал. Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Поэтому мы должны сформулировать по отношению к этой замечательной системе государственного, планового, централизованного управления, социалистической, сформулировать еще одно противоречие между социалистическим характером системы государственного, планового, централизованного управления и элементами мелкобружжуазности в ней. в чём они состоят? Ну, как только вы какие-то другие интересы, интересы управленцев поставите во главу угла, вернее, они сами поставят их во главу угла, можно не беспокоиться, то вот эта самая мелкопруженность проявляет себя как ведомственность, местничество, карьеризм, бюрократизм, и это противоречие разрешается только вот тем, о чём я только что и сказал. Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, и то есть, чтобы каждый участок в своём управлении, то есть, всеобщей борьбой за коммунизм и всеобщим участием в управлении, в том числе в государственном. Надо сказать, что по мере движения социализма всё меньше на этому уделялось внимания, в том числе и после войны. У нас были там постоянно действующие совещания, когда люди постоянно действовали или постоянно бездействовали, в какой-то мере, но вот то, что было тридцатые годы под эгидой деятельности, даже не кидзе, когда это совместительство работников, которые приходили в государственный аппарат и часть времени уделяли тому, чтобы контролировать и осуществлять функции управления. И социалистическое вместительство, и шефство рабочих над госучреждениями. То есть, вот эта вот сторона борьбы с негативными явлениями снизу, она развивалась плохо. А, собственно, во многом и потому, что советы только кандидаты, депутаты выдвигались от коллективов, и это было очень хорошо. То есть, нельзя было от партии взять и выдвинуть кого-то. Надо было обязательно идти в какой-то коллектив и выдвигать, то есть, минуя коллектив нельзя было предложить ни одного, нет, никогда, и ни один человек. От партии стала выдвигаться при Горбачёве, и вот когда стали выдвигаться от партии, партия приходила со своим предложением в коллектив, и от коллектива уже выдвигался человек. – Это после 36-го года, а до 36-го года… – Нет, и после 36-го. От партии до 36-го? До 36-го. Нет, ну после 36-го выдвигались только от коллективов. Но когда при Горбачёве начали выдвигать от всех, от друзей кино, от филателлистов и так далее, то окончательно эта система управления была разрушена. И если был один шаг, был сделан, то есть выборы шли уже не от трудовых коллективов с 36-го года. Но без отзыва вся эта система управления зарастает представителями как раз карьеризма, и бюрократизма, и ведомства, и местничества. И мы наблюдали такое явление, в том числе мы, я имею в виду, и Виктора Аркадьевича, мы с ним вместе были в обкоме и видели, что из многочисленных членов Ленинградского обкома, если наберётся два десятка, то это максимум. А всё остальное, все остальные люди благополучно пошли в буржуазные учреждения, хотя они всю жизнь были на партийной работе. Я в своё время как член обкома предложил изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачёва, предложил это на голосование на пленами обкома. Товарищ Гедаспов, первый секретарь, спокойно поставил это на голосование. Прогласовалось 17 человек из, по-моему, 200, да, где-то было 200 человек членов пленов. То есть надо сказать, что за 50 лет, которое прошло с 1936 года, основательно, основательно заразилась вся система управления теми людьми, которые должны были быть отозваны. А никакого способа отзыва не существовало. Поэтому вместо разрешения противоречия по линии развития социализма в полный коммунизм, мы увидели противоположное движение, с которым мы имеем дело до сих пор. Сейчас у нас другие противоречия, противоречия капитализма. Там теперь всё известно, что нужно делать для того, чтобы от капитализма перейти и в социализм, и в полный коммунизм. То есть дело это ерунда, в общем, осталось. То есть осталось только осуществить. На этом у меня всё. Суд поступил большой вопрос. Я бы сказал... Я с запроса начал. Петиции имею. Петиции от трудящихся. Товарищи крестьян. Михаил Васильевич, в своей монографии. Противоречия обозвающих социализм. Вы приводите ряд противоречий. И считая их через И. Неправильно. Ни И и не ряд. Это рядоположности противоречат диалектике. И у меня каждая следующая противоречия вытекает из предыдущей. Вытекает она из предыдущего через то, чем оно разрешается. Вот я сегодня на этом акцентировал в своём докладе. Считайте, что я уже частично ответил. Не кажется ли вам, что есть по сути одно противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классовых различий первого фази? Да, можно сказать, что по сути одно. Только уж одно надо и взять самое общее между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Но вот это одно проявляется потом как противоречие между непосредственной общественной природой социализма и товарностью, как противоречие между бесклассовой природой коммунизма и неопределённым делением общества на классы. Но в чём вот вы правы, потому что вы акцентировали внимание на самом сущностном противоречии. То, что мы добрались не только до производства, а в самом производстве нашли то, что составляет самооснование. Мы добрались за экономических интересов, до того, что движет вообще. Интересы, говорит, двигают жизнью народов, написал Гегер. Поэтому, так сказать, несмотря на то, что я формально вроде как с вами не согласен, но по существу, конечно, это самое главное, даже не главное, а основное противоречие. Основа – это категория сущностей. Основа. Основное. А остальные противоречия – результат реализации своих интересов социальными группами. Да. Ну вот уже результат – это про все, можно сказать, чьи интересы не совпадают с уничтожением классов. Ну, а об этом можно говорить только вот следующие два противоречия. Связанные с полномерностью и противоречия самой системы государственного управления. Но поскольку я чувствую, я не удовлетворил своим ответом Ивана Михайловича, и он сразу почувствовал, что я не удовлетворил его. Независимо от того, что я буду говорить, он сразу написал прошу слова. Грасси, поэтому я вам передаю. Нет, у меня все зафиксировано. А это у вас зафиксировано, что он бросит слово? Хорошо. Вопрос из Степан Сергеевич Маленцов. В чем состоит различие в интересах администрации завода и объединенных в профсоюзах работников этого завода при социализе? Состоит в том, их противоречие, что работники этого завода, во-первых, работники этого завода разные. Все работники завода – и администрация, и инженерно-технические работники, они вообще-то не администрация. Правильно? Там есть технологи, организаторы производства и так далее, бригадиры и так далее. Вот все люди, которые непосредственно не производят материальные блага, здесь мы видим то же самое противоречие, которое есть в обществе между интересами рабочего класса, которые непосредственно есть у кого интересы рабочего класса? А у рабочих, у рабочих одни интересы, а у нерабочих другие. Если я мастер, а вы рабочий, то вам дают премию за что? За выпускаемую продукцию, за увеличение, а мне дают премию за снижение зарплаты вашей. И мы это знаем. За экономию зарплаты разве мы не получаем премию, если я уже на уровне самого низшего звена. Так что противоречие то же самое. Оно и представлено, только мы берем какой-то срез, производство, оно же не существует на полях, оно существует на заводах, поэтому то самое производство между бесклассовой природой коммунизма и наличием, и непределенным еще делением общества на классы, оно проявляется на всех промышленных и непромышленных предприятиях. Какие второе? Какие формы профсоюзной борьбы сохраняются при социализме? Все формы профсоюзной борьбы сохраняются. Только у нас при социализме, вообще можно даже сказать, что забастовка и раньше не запрещалась при социализме, и при буржуазном строе не запрещалась после февральской революции, и в советское время не запрещалась. И к Ленину… А Новочеркасск? Это не советское время, это время перехода от коммунизма к капитализму, переходный период. И это ярчайшее выражение перехода от диктатуры пролетариата к диктатуре буржуазии. Вас удивляет, что буржуазия, осуществляя свою диктатуру, расстреливает рабочих? Меня не удивляет. А вы что хотели ожидать? Сейчас будет диктатура буржуазии, и вас будут угощать пирогами? Не будут. Так вот, какие формы профсоюзной борьбы сохраняются? К Ленину пришли буквально в самом начале, после революции. Я скажу, Владимир Владимирович, вот бастуют рабочие. Он говорит, а что вы хотите? Люди боролись за революцию. Они участвовали, рисковали жизнью. И хотят лучше жить, пользуются благами жизни. А тут вот это плохо, то плохо. Значит, тут два варианта. Или мы что-то сделали неправильно. Надо взять и поправить. А не обижаться на то, что люди бастуют. Или другой вариант. Люди не понимают, что мы сделали правильно, а они не понимают. Надо пойти объяснить. И если вы вспомните, то увидите, что Ленин ходил по заводам и объяснял. И это вот практика. Вот Киров ходил по заводам и объяснял. А в целом эта практика всё потихонечку утрачивалась и утрачивалась. Что вы думаете про забастовочную форму борьбы? Думаю, что это единственная форма борьбы у рабочего класса. Никаких других форм борьбы у него и нет. Всё остальное – разговоры. Дальше – убеждения. Убеждения – это как-то считать его формой борьбы. Ну, в сфере идеологии – да. В сфере идеологии, когда можно считать. Третье – какие противоречия проявились во время протестов и волнения в 61-м году? Ну, там было очень мало протестов. Вот в Грузии в 61-м году. В 62-м, наверное. Наверное, в 62-м. Какие противоречия проявились? А тоже противоречие проявилось между непосредственно общественным характером производства. Оно ещё было непосредственно общественным. А власть уже была буржуазная. Это что люди требовали-то там, в Новочеркасске? Они требовали повысить, не снижать расценки и не повышать цены. То есть, они выступили против буржуазных действий. То есть, повышение расценок – это понижение заработка. Ничего не улучшается. А кто-то проигрывал, а кто выигрывал? Какая социальная группа? Буржуазия. То есть, уже была буржуазия? Конечно, а как же? Буржуазия сразу. Как только… Встановление. Почему встановление? Не встановление. На цеси производства. Нет, не встановление. Они сейчас на собственность. Назовите это. Вам вопрос или у меня вопрос? Можно я отвечу? А вы когда будете отвечать, скажете, что это встановление? Я не скажу, что встановление. Я хочу сказать, что как всякая революция, она происходит как революция скачком, а не с становлением длительным. Встановление было переходный период. Вот было становление капитализма от 61-го года до 91-го. А контрреволюция политическая совершилась однодневно. Вот как только приняли, что диктатуру в Катриоте дало. И вы же, наверное, понимаете, чтобы выкинуть из программы партии на съезде правящей партии, нужно уже все к этому подготовить, в том числе и состав съезда, в том числе и руководителей. В том числе нужно было разделить партийные организации на промышленные и сельскохозяйственные, чтобы отправить в сельскохозяйственные тех, кто был за Сталина, в промышленные тех, кто был против Сталина и так далее. Нужно было целые годы подготовки, 65-го года, вырастить поколение хозяйственников, у которых в голове был рубль. И вот некто Медведев, который у нас был секретарем обкома в идеологии, а потом был Сан Чупан со секретарем ЦК, у Горбачёва, он написал такую книжку для системы партийной учёбы, и там была иллюстрация, он видел, наверное. Значит, иллюстрация такая, значит, хоз растёт, туда, значит, сюда деньги, сюда прибыль, сюда редабельность, а вместо головы рубль, видите, рубль. Вот если у хозяйственников уже 65-го года по 85-й, 20 лет был рубль, и их набирали на все партийные и прочие места, то к 85-му году у нас сложилось уже достаточно широкий слой людей, которые сориентированы были на прибыль, на стоимостные показатели, а вовсе не на приоритет общественных интересов. Значит, какая была буржуазия в 61-м году? Какая? Как только государство перестало быть государством диктатуры полтрета, оно вот как раз переставало уже, а что в 56-м разве не было предпосылок? Разве с 56-го по 61-м ничего не изменилось? Если можно было, скажем, вот такую фигуру, как Сталин, которой вроде и так преклонялись очень многие, восхваляли её, её, так сказать, шельмовали как угодно по всей стране и в партийных инстанциях, и в государственных инстанциях, и разрушали систему, которая была, система государственного управления, разрушалась же всё время. Что произошло? Произошло, что вот этот весь аппарат государственный, который имеет такую тенденцию, а я сегодня о ней говорил, мелкобуржуазную, заниматься своим делом, а не заниматься делом другим, но по необходимости пришлось решать государственные задачи. А теперь не надо диктатуру полтрета, нету приоритета интересов рабочего класса, а это сразу получился приоритет кого? Интересов тех, кто сидел вот в этом самом государственном аппарате, который управлял. А значит, вот все лица, которые принадлежат к этой номенклатуре, они превратились в коллективного буржуа. Вот этот коллективный буржуа, который ещё не переделил собственность, мог бы и не делить. Вот, например, можно сказать, что если перебирать разные вот республики, переходящие к капитализму от коммунизма, то вот в Белоруссии не переделили, поэтому там сохранился вот этот самый такой государственный комплекс, хозяйственный, поэтому такого разрушения там не произошло. А здесь же делили, как сказал Чубайс, неважно за какие деньги, как отдавать, лишь бы только вот мы уничтожаем коммунизм. Поэтому здесь вот мы сразу получили класс буржуа, но коллективный. Они не любят этого коллективизма, они вскоре разделились с подачей Гайдара и Чубайса, но это уже было в 92-м году. Это не скоро было, это длинная дорога. А пока существовал вот этот класс буржуазный, с этого времени уже управлять движением капитализма могут только буржуа, а вовсе не рабочий класс. Рабочий класс был отодвинут, а диктатура может быть только или буржуазии, либо прорядок. Кто-то этого не понимает, кто-то либо безнадёжный идиот, говорил Леон, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну собрали, но и стыдно. Да, ранее вас это говорил, а вы до сих пор не усвоили. Ранее, а потом он переменил взгляды. Это у вас он ранее, это вы переменили взгляды. А вы не переменили, у вас никогда леонских взглядов не было. Что вы думаете о применении оружия со стороны государства против бастующих? Думаю, что это террор, буржуазный террор против рабочих. Что тут ещё думать? МВ. Исходя из изложенного материала, дайте, пожалуйста, оценку тенденции строительства социализма с китайской спецификой. Если в КНР движение в сторону уничтожения классов. Я думаю, что когда говорят о социализме с китайской спецификой, само по себе это ни о чём не говорит. Почему? Потому что любой социализм в любой стране, какой бы он ни создавался, если в Монголии, будет монгольская специфика. Если в Индии, индийская специфика. И во Вьетнаме вьетнамская будет, вот они там рис будут есть, они пшеницу. Это северная страна, может, рожаная там специфика в осени пшеничная и так далее. То есть, это ни о чём не говорит эти разговоры, а говорит о том, что записано в уставе КПК на последнем съезде, что КПК, авангард рабочего класса, руководствуется марксизмом, ленинизмом. Я думаю, это серьёзное заявление, это заявление съезда, решение его. Это первая строка устава КПК. А что такое диктатура-рубатериация? Это руководящая роль рабочего класса. Считайте работу Ленина в Великий Почин. Поэтому я думаю, что пока дело обстоит так, что там переходный период со всеми теми явлениями и проявлениями, которые мы видели у себя, скажем, эти Непманы, эти богачи, которые не знали, что ещё купить, с одной стороны, а с другой стороны, у нас были наёмные работники, официально было до трёх работников, там всё это, всё там в гораздо более широких масштабах, но я думаю, что все понимают разницу между, скажем, 250 миллионов или миллиард 390-380 миллионов, всё там в гораздо более мощных масштабах. Но, значит, если взять состояние экономическое такое, 51% у них государственная собственность, это значит, что она осуществляется не как госкапитализм, как у нас было госкапитализм, она осуществляется по плану, там 13-й, 5-летний план. Эти 5-летние планы выполняются, строительство поднимается, экономика развивается, кризисов нет. А что касается других сфер, в том числе и крупных миллиардеров и прочих капиталистов, которые в чистом виде капиталисты, и занимаются увеличением прибавочной стоимости, и в том числе, и за рубежом что-то там, пытаются эксплуатировать трудящихся, ну и обычные капиталисты, ничем не отличающиеся от других капиталистов. И можно сказать, что вот в этом это основное противоречие переходного периода между коммунистическим характером, вот этой системой государственного плана управления и, соответственно, вот той частью экономика, которая представляет собой капиталистическую. А что касается борьбы по разрешению противоречий в системе управления, то вы не найдете такую страну, где вы, то включая и нашу, и даже в самые хорошие времена, где вы расстреляли столько взяточников, сколько сделали, сколько стреляли в Китае, 10-10 тысяч человек. Поэтому они беспощадно расправляются с теми, кто, будучи в системе управления, и даже теми, кто носит партийные билеты, кто пытается ориентироваться на свои, так сказать, специфические интересы. А что касается перспектив, ну мы же знаем, что переходный период – это период борьбы. Какая возможность? Кто кого? Кто кого? Придет не тот. Я бы еще выделил два эпизода, которые очень отличают Китай плюс по сравнению с нами. Вот мы сейчас ведь страна, которая сдала свои позиции и уступила социализму. А в Китае было в такой же ситуации во времена Горбачевские. И Хоя Абан, генеральный секретарь, очень близко контактировал с Горбачевым и заявлял, что мы его поддержим, мы так и будем действовать и так далее. Дэн Сеопин, который, в общем-то, у нас характеризовался всегда как такой аппаратонистический больший элемент, не такой уж в чистой смысле, такой твердый, принципиальный, он собрал у себя во дворце, политбюро. Для этого Хоя Абана сгнали с поста генерального секретаря. Через год он умер. Тогда пришел новый Джао Цзи Ян, генеральный секретарь. И начал ту же самую песню, те же самые контакты с Горбачевым. И он пошел на площадь Тянь-Мэнь и заявил тем, кто там находил это. Мы это понимаем, что такое сейчас. Это тот же самый Майдан, с которого, так сказать, прямая контрреволюция была бы в Китае. Он, значит, заявил, что мы это реализуем, все ваши требования. Опять же, Дэн Сяофин, как глава военной комиссии ЦК, собрал призрок. И выгнали этого Джао Цзи Яна. И он 15 лет просидел не в тюрьме, а его в хороший дворец в Пекине заключили без права выхода из дворца. И он там 15 лет отдыхал от своих трудов правильных. А что касается всяких заявлений со стороны американских властей насчет того, что вы там подавили демократию, вам сказать, это не ваше дело. Вы там у себя разбирайтесь, а мы сами у себя разберемся. То есть я хочу сказать, что в этом смысле нам, китайские товарищи, преподнесли урок, как надо разбираться с такими, как Хрущев. Потому что Хрущев заслуживает того, чтобы его не только посадили в тюрьму, но и расстреляли. А Хрущев успел расстрелять правую руку Сталина Берия. И я думаю, это была подготовка к двадцатому съезду. Почему так хорошо там голосовали с миром? Вот такие мысли. Спасибо. Все выступающие, да. Товарищ Мир. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Хотелось бы немного раскрыть тему о принципиальном различии частных и общественных интересов. Я думаю, ни для кого не секрет, что частные интересы в первую очередь порождаются частной собственностью. В этом смысле все капиталисты объективно обладают этими частными интересами. Однако, если мы откроем работу Ленина и империализм как выше в стадии капитализма, мы увидим, что одним из главных признаков империализма является раздел мира союзами капиталистов, объединениями. И вот тут мы получаем такое противоречие. Каким образом капиталисты могут объединиться в союз, если у них частные интересы? Почему они не растачат изнутри этот союз? И каким образом он вообще может существовать? И это объясняется тем, что не просто капиталисты договоренностью какой-то соединяются. Нет. Они создают какое-то внешнее насилие, которое их сдерживает внутри этого союза. В этом смысле борьба между этими союзами идет, это борьба между связками этих капиталистов. Вот я долго думал, какое бы название им придумать. И мне пришла такая аналогия. Каждый капиталист это соломинка или палочка. Их вместе собираешь, они рассыпаются. И снова собираешь, они снова рассыпаются. Тогда мы берем тугую веревку и крепко их заматываем вместе и получаем пучок. Этот пучок, как известно на итальянском языке, называется фашина. Фашина. Связка хвороста. И между этими фашинами идет борьба. Борьба иногда даже бывает более ожесточенная, чем борьба между пролетариатами и буржуазией. И когда одна из таких фашин приходит к власти, она заявляет, что она самая лучшая и чувствует, что земля, почва у нее уходит из-под ног, она начинает открытый террор. И в этом смысле говорить, что фашизм это реакция на коммунизм неправильно. Потому что в такой же мере фашизм может быть реакцией на активные действия со стороны других союзов капиталистов. И вот внутри этого союза борьбы не происходит. Потому что их крепко скрутили и запретили между собой грызться. И чем принципиально отличается рабочее движение коммунистической партии? Почему они не могут быть такой же фашизм? У рабочих нет частной собственности. У них общие интересы, они наоборот тянутся друг к другу. Им не нужна эта веревка, которая их вместе крепко скрутит, чтобы они не думали как бы садить нож друг к другу в спину. Поэтому приход рабочей власти, он устраняет вот эти вот противоречия. И он принципиально отличается от борьбы между союзами капиталистов. Все. Спасибо. Здравствуйте. Ладно, не хватай. Это там. Лобили это. Что нет? Шмидим. 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 Ну, во-первых, хочется поблагодарить Михаила Васильевича. Тема эта, она в общем-то очень глубокая. И она, ну, в советском обществоведении практически не рассматривалась. Хотя переходные процессы, они самые сложные, что в технике, что в общественной жизни. Но вот это, оно здесь много белых пятен. И вот здесь, так сказать, столько всего хочется сказать по этому поводу. Но это, конечно, тема для больших отдельных разговоров. А я вот только вот два слова хочу сказать, что вот меня не очень так вот устраивает в подходе Михаила Васильевича. У Михаила Васильевича как-то вот не очень понятно, а с кем надо бороться. Вроде бы вот надо бороться с тенденцией. Она себя проявляет во всех работниках. Все вот работники и рабочие, и директора, и все-все-все. Ну, можно так говорить, да. Вот, скажем, в советские времена там какой-нибудь автопарк. В нем, в частности, там машины-хлебовозки есть. Сейчас это все по хлебозаводам раздербанили, а тогда вот был автопарк. Там, значит, вот эти машины-хлебовозки грузят, скажем, на хлебозаводе некоторое количество неучтенных родков с хлебом. Их там реализуют через магазины, и деньги за это дело отдают водителям. А водители приезжают тоже куда-то, так сказать, их отдают, себе чуть оставляют. Не все, разумеется, водители там посвященные, да. Вот. И вроде бы как это вот действительно тут все. И понятная идея, что это идет наверх, и если водитель там какой-то, что называется, закраситничает эти деньги, его там тут же милиция отловит, и будет показательный процесс и все такое. Идет куда-то наверх, наверх, наверх. Вот. Но вот все-таки вот то, что это исходит от рабочего краса, разное положение в обществе, оно диктует разные интересы. Вот не случайно ленинское определение красов, оно начинается с чего? Что красы – это большие группы людей, разделяющиеся по. И дальше вот почему они разделяются? Различающиеся. Различающиеся. А я как сказал? Разделяющиеся. Ой, нет. Различающиеся по. Вроде бы простое определение красов, что это группы людей, различающиеся по их отношению к частной собственности на средства производства. А Ленин начинает не с этого. Он начинает с того, что это большие группы людей, различающиеся, во-первых, по их месту в исторически определенной системе общественного производства. Только на втором месте у него. По их отношению, собственно, к средствам производства. И потом, в скобках, по большей части, закрепленному в законах. То есть, бывает такое, что в законе это не закреплено получается, а вот, тем не менее, отношение к средствам производства разное. Потом, по их роли в общественной системе разделение труда. То есть, вот, получается, тут такие вещи, которые, в общем-то, они вроде как не чисто связаны с отношением к средствам производства. Я думаю, Ленин, конечно, здесь вот видит. Потому что, что получается? Вот мы движемся к коммунизму. Что такое коммунизм? Это бескрасовое общество. Частную собственность не уничтожишь, если пока будут красовые различия и пока не будет преодолено полностью, в том числе, разделение между умственным и физическим трудом. Между людьми умственным и людьми физического труда. А как это можно выразить численно, это уничтожение? Где вот этот коммунизмомер? Это свободное время работников. То есть, грубо говоря, при 8-часовом рабочем дне к коммунизму не придешь. 8 часов, это как Марк заметил, это время, которое может без прерыва работать лошадь длительное время. Поэтому как-то так вот стабилизировался, видимо, и долгое время этот 8-часовой рабочий день царствует. И при 8-часовом рабочем дне неминуемо появляется разделение труда. И вот, говорит, рабочий крас, вот не боролся, а капитализм вот и боролись, поэтому вот они и победили рабочий крас. А как рабочий крас мог бороться? Как он был организован? Коммуническая партия, коммуническая партия, разве руководители коммунической партии были заинтересованы уничтожением вот этих остатков красовых различий? У них было другое поражение по сравнению с рабочим красом. Вот мы были в музее Кирова, даже в 30-е годы, но совсем по-другому жили партийные руководители, нежели рабочие. А мозг партии – это обществоведы, общественные науки. Кого мы видим из обществоведов? Ну вот видим практически одного Михаила Васильевича, но второму Шерлоне, можно сказать, там Хазенов с Огородниковым, хотя это уже, так сказать, послав же на голову. А их же были сотни или десятки тысяч. Куда они все подевались? У нас по этому поводу дискуссии с Михаилом Васильевичем. Я, на самом деле, иногда напоминаю того губернатора этого города, Групова, который въехал на берем коне, там, хотя запретил это, уничтожил гимназию и запретил науки. Вот Михаилевич мне говорит, что это самое, вы хотите кафедру всю нашу фирософию эту дурацкую уничтожить, чтобы я один там остался, и на кабинете была написана «Кафедра фирософии Попов». Типа мне вот нужна эта питательная среда, пранктон, где вот я должен функционировать, чтобы реализовываться как фирософ. Ну, мне вот это здесь сложно, действительно, здесь, так сказать, сложно пробовать. Но вот по поводу, еще раз по поводу вот этих, да, мозг партии, вот эти обществоведы, они, ну, тоже загнили фактически, бесплодные они были абсолютно, и бесполезные. И что вот они полезного сказали? Где вот у них идея была? Где они дали рабочему красу ответ на вопрос, что делать? Как не допустить этого спорзания в капитализм? Не было такого. И вот это на работе, в частности, я вот веду дискуссии, мне вот тоже прямо так же говорят. Вот чего ты с ветряными мельницами борешься? Вот против того ты выступаешь, против того ты выступаешь. Они действуют в рамках экономической парадигмы. Мне вот эта экономическая парадигма так же ненавистна, как и тебе. Вот видишь, у меня надгровой портрет Маркса висит? А он, видите, там почти у всех надгровая портрета Ленина, Маркса, Эмбиса, там эти портреты не поснимали после 91-го года, они так там все и висят. Вот. И газеты я твои с удовольствием читаю, мне это тоже все противно. Но вот надо бороться-то с парадигмой, а не с людьми. Что ты вот ему плохо сделаешь? Надо делать не ему плохо, а тебе хорошо. Вот. Вот такие вот рассуждения. Ну, вот тут я опять же здесь вот твердых убеждений не имею, что Михаил Васильевич вот так вот не прав здесь, а я прав скажу. Ну вот. Все. Спасибо. Я учился в двух институтах заочно, правда. Один здесь назывался «Институт Советской Торговли» имени Фредди Кенниса. Это о чем говорит? Что в престолизме должна быть торговля. А у Ленина взгляда менялись прямо на противоположную. Последний его модель социализма – это общество цивилизованных кооператоров. И он так говорил. Я говорю, вот вы просто можете почитать. Мы лучше применить всю нашу точку зрения на социализм. Страну можно объявить как целое только торговля. Это для нас очень неприятное открытие. Видите, в чем дело. И теперь он говорит. Раньше говорил или диктатуру буржуазии, или диктатуру пролетария. А теперь говорят, и то, и другое. Но это не страшно. Потому что власть окажется в руках у рабочих, да? Ну, знаете, рабочих все-таки простую логику включим. Рабочих много, а буржуев мало. Это во-первых. А руководитель всегда должен быть меньше, чем производители или исполнители. Понимаете? И все-таки, например, какой-нибудь завод владелец, там Ротшильд, Рокфеллер, он сам с собой всегда договорится. А если рабочих все вот эти скопом будут управлять, между ними все начнется грызня. Это во-первых. А во-вторых, сейчас рабочий класс, можно сказать, исчезает. Ну, не исчезает, а уменьшается. Сейчас появилась такая профессия, как программист. На многих заводах уже вот этих белых форточков на нашем ЛМЗ. Как эти вы, выскочут эти программисты, которые на компьютере, их видимо-невидимо. А рабочих не так уж много. Так все это меняет. Диктатуру протряд. Это оксимарон. Опера глухонемых или футбол без ногих. Чтобы руководить, надо устри голову включать. Это большое время. Рабочие этому не под силу. Тем более, все время вот здесь вот. Насчет руководящей роли, ведущей роли. Ведущей роли, это более правильно. Рабы, крепостные крестьяне, рабочие. Это маленькие винтики, большого механизма. Это силовые установки. Они всегда двигают вперед. А вот руководящий, тот, кто сидит впереди. Вот, пока вот подумаю. Еще вот что. Погодите сейчас. Простой совет. Вот я, Михаил Васильевич, смотрю в интернете. Он там выступает, выступает, выступает. А потом другие ролики смотрите. Что там такой социализм был. У вас волосы дыбом станут, что это такое. И класс уничтожить невозможно. Когда Ленин болел, его лучшие врачи лечили. Понимаете? Я не против. Ленин, это особый человек. А вот то, что там с крестьянами творилось. Голодомор, посмотри, там какие они ходили. И еще такой ролик интересный есть. Там одна мысль. Я заканчиваю. Говорят, что Сталин уничтожил украинцев больше, чем гитлер евреев. Может, и не больше, но уничтожил не слабо. Может, поэтому там это. Спасибо. Украина такая-то. Виктор так? В количестве... Просто что-нибудь некогда сказать. Ну, Михаил Васильевич, всегда благодарим за лекцию, да? А сегодня не будем. Сегодня? Нет, мы за первую часть поблагодарим. За вторую осудим. За ответы на вопросы мы согласимся. И пожелаем дальнейших успехов. Я хотел несколько моментов отметить, что ли. Конечно, мы все знаем, что одна из главных теоретических ошибок – это отказ от диктатуры перелитерата, переход на концепцию общенародного государства и прочее. Но я думаю, что не надо нам так примитивно понимать, что вот из программы вычеркнули, и сразу все изменилось. Да? Потому что сам способ формирования органов власти, он оставался тот же, что был. Избирали формально, советовали там по производствам. Значит, партия руководила по-прежнему, и люди те же самые сидели в основном. Это я к тому, что вот понимать сразу, что у нас народился класс буржуазии, да? А кое-кто, особенно наши вот эти леварские элементы, концепцию госкапитализма, социоимпериализма сразу выдвигают. Это, наверное, неправильно. А вот рассматривать действительно те явления, которые были в нашей жизни с точки зрения, вот как шло, уничтожение классов или, значит, выравнивание условий, да, вот ликвидация этого отделения – умственный, физический, управленческий, там, рабочий, исполнительный труд – это очень интересно. Я вот как бы на своей шкуре, ну, вот в семидесятые годы, да, значит, на завод я пришел, и, значит, от мастера до секретаря подкома или начальника технического отдела вот все проходил на заводе. Вот что из своего опыта я вот должен сказать, что, с одной стороны, конечно, были разные интересы во многом управленческого персонала и непосредственно рабочего класса. В чем эта разница, значит, первая, что управленческий персонал все время имел тягу к росту, да, и как ни пытались ограничивать, это все время, так сказать, 20%, 23%, 25%, и все время обосновывали, все время умели показать, доказать во всех этих делах. Соответственно, и он требовал жрать, зарплата, соответственно. Если зарплата в основном у инженерно-технического и управленческого персонала от выполнения объема шла, да, то у рабочего класса, значит, расценки зарплаты, выработка. Тоже, конечно, вот эти все эти стычки, они были там, решались, разрешались, противоречия очень часто входили. Еще вот у этого нашего бюрократического, что ли, класса огромным вещом была вот показуха, понимаешь? Вот это, с одной стороны, выбивание ресурсов. Чем больше выбишь, тем лучше, так сказать, освоим там и надо, и не надо. На складах Окса иногда страшно посмотреть было, какие там залежи, омертленные средства и находились и прочее. Вот мне самого посчастливилось, в кавычках, участвовать в нескольких этих самых операциях, которые ради, что ли, показухи, плана или чего-то, значит, наливались. Вообще такая, ну, антиобщественная получалась линия. Ну, например, объединение научно-производственное. Наука разрабатывала всякие автоматические гальванические линии, малярные, там, тоже самое, технологии, приспособления и прочее. А завод – микроэлектроники. И наука врубила, так сказать, строительство второй-третьей очереди завода, гальванический цех с линиями и прочее. Когда, так сказать, мне поручили курировать это дело и вести, посмотрели, значит, потребности завода, они загружают мощности вот этой вновь строящейся гальваники, там, меньше процента. спрашиваются, для чего мы это делаем? Средства, там, черт не знаю сколько. Ну, вы не понимаете, у нас же наука передовая, так сказать, все это дело разрабатывает. Она будет на этом деле, значит, двигаться вперед, отрабатывать, смотреть, а чем загружать будем. Ну, это еще один вид продукции. Будете где-нибудь искать заказы на стране, там, куда-то, чего-то. Все это закончилось тем, что корпус построили, оборудование установили, сдали, потом все разобрали, так сказать, списали. Ну, это уже, так сказать, перестроечные времена. Вот. Или опять из-за воспоминаний. Помните, как это самое? Не знаю, Викторка, сколько еще времени? Ну, еще три минуты, ладно. Бычков, бычков, это самое. Все должны мясо производить, там, это самое. Все промышленные предприятия, где-то чего-то. Один умный управленец там, договорился, значит, сняли старый коровник в подшипном совхозе, где картошку убирали, довели 25 бичков. В отчете уже у нас появилась галочка, так сказать. Мы, я уже с старым портфомом был, приехали. Значит, два человека, которые этот барак обслуживали, обслуживали. Один захвал, другой на свадьбу куда-то уехал. Эти бычки стоят по колену в навозе. Тебя за пиджак хватает. А рядом комплекс волна. 25 тысяч голов на автоматических линиях, так сказать, с передовыми технологиями. Вернулся я оттуда, сказал, к чертой матери закрывать, и по казуху не самые лучшие выговора получим по партийной линии, чем вообще кто-то. Ну, дали договора-то. Поговора-то дали. Говора потом получили все, да. Значит, по Китаю я хотел бы особенно сказать. Не согласен. Как это? Не согласен я, как говорил этот сам Шариков, да? Помнишь? Что тут? Собой. Во-первых, да, с собой. Во-первых, потому что тенденции тут не идут не туда. В соответствии с уставом у них социальная база уже являются эти самые предприниматели, капиталисты и прочие деятели. Эти 10 тысяч расстрелянных, якобы за коррупцию, это скорее передел, так сказать, сферу влияния. Одна группировка вторую, так сказать, выводит на чистую воду и ведет. Планы, которые у них там сейчас есть, у нас тоже были, я как говорю. И главное, сам переходный период они уже сами растянули на сто лет с лишним. Ребята, так вот там где-то когда-то не получается, не идет. И здесь очень важно отметить, что вот Телеменки у нас там был. Ведь и общественность интересов была. На каждом заводе был комплексный план экономического и социального развития. Был общий интерес в строительстве жилья, в улучшении там питания, в строительстве пионерлагерей, баз отдыха, в организации досуга. Очень важным моментом вот в выравнивании был вопрос отпусков, кстати. Это вопиющая такая была несправедливость, что рабочий в отпуск был там 12 дней, да? А у всяких этих самых там, в том числе бездельников, которые 24. Рабочих. Рабочих. Не у рабочих выбирают. Рабочих нет. Неполитарно. Да, да. Вот о чем речь идет и здесь. Я вот как сейчас помню, когда я пробивал уже секретарем паркома, чтобы у нас был пиазерлагер, что надо строить, надо и двигаться. Значит, зам пока в строительство консисторум успешно в Израиль уехал и привет передавал. Он мне говорил, слушай, ты прав вообще, комиссар, по большому счету ты прав, надо делать. Ну вот ты попомни мои слова. Вот сейчас у нас нет конерлагеря, все ходят, говорят, такие мы бедные, несчастные, у нас нет конерлагеря, просят, чтобы нам выделили, значит, из вышестоящего кома профсоюзов от того предприятия, от этого где-то. И все вроде у нас нормально. А как мы с тобой только начнем строить, вот все шишки на нас посыпятся. И строят не так, и проект не тот, и воруют, и сроки срывают, и пошло-поехало. Поэтому вот эта общность интересов тоже была. И вот эту линию, чтобы эта общность интересов действительно расширялась, и чтобы она воплощалась в управлении, вот это направление надо развивать. И было, и впредь будет. Потому что в том же правкоме, в арткоме, в СТК, я свидетель, были рабочие, которые на равных и обсуждали, и дельные мысли высказывали с директорами, и вместе вопросы решали. Спасибо. И последний наступающий Смелянис. Давайте, две минуты. Я тут, напитаясь к консекциализме, можно что-нибудь рассудили его по наличию миллиардеров, богатства и строчки в уставе? Хорошая строчка. Выходит, достаточно строчку написать, и живи при капитализме спокойно. Мы не учли характеристику бедных, строй гуманно-разумного устройства с этим пафосом возник. У них 300 миллионов бедных. Правда, полтора миллиона миллиарда жителей. Это каждый пятый. У нас 143 миллиона. Каждый седьмой 20 миллионов официально. Итак, в Китае хуже, чем у нас. То есть с бедными у них беднее, чем у нас. А мы живем страшно и нехорошо. Отчего же мы тут собираемся? И пафос у нас в возвращении к социализму, если это честно. Итак, у них одна. Каждый пятый у нас каждый седьмой. И в программе у них записана борьба с бедностью. 10 процентов поправить. У нас Путин и то обещает наполовину сократить. А у них 10 процентов. И еще Ленин, то есть показатель социалистического общества. Живут они очень плохо. И сюжеты там душераздирающие. Ну и что с того, что 50 процентов госсобственность. Надо спросить о зарплатах и условиях работы. Их окружает капитализм со всеми его зверскими подробностями. Недаром там и самоубийство, и выселение из снимаемой жилплощади. Так что еще как живут эти в 50 процентах госсобственности, надо бы уточнить. Но самое главное. Ленин очень торопился с заканчиванием НЭПа. У него он планируется, цитируя буквально, на год. Но пусть он дольше получился. У Сталина 9 лет. Но его свернули и закончили. И НЭП не предполагался растянутый. А в Китае говорится о 100 годах. Вьетнамцы вообще говорят, ведь все же страны скопировали это. Они тоже сохранили свои строчки и красные флаги. Но и Вьетнам, и Лаос, и Куба все говорят о рыночных реформах и собираются жить при капитализме. Это не социализм. Не таким он был задуман, не таким он был у нас. Это совсем не советский социализм. И так что одна строчка в Уставе ничего не значит. Можно написать спокойно эту строчку и жить при капитализме. Не хочется ждать. Спасибо. Выступающие закончились. Выступающие закончились. Заключительно слово Михаил Васильевич. У Сталина это было 9 лет. Значит, тут у нас первый выступающий товарищ Милёв говорил о том, как соединяются в союз капиталисты. Ответ на этот вопрос очень простой. При капитализме в союз соединяются капиталисты с силой. И вы правильно дали ответ. Только вы уже отстали своим представлениям. Уже нет никаких разных групп капиталистов. Ведь одна группа и сила самой большой и сильной державы – Соединённый Шарф Америки – и соединяет в эту самую одну группу. И есть один империалистический хищник – одна группа империалистическая. Другой группы нет. Такой картиной, которая была перед войной Второй мировой, когда были с одной стороны англо-американские империалисты, а с другой стороны – японо-германские империалисты. Её нет уже. Всё. Кто внутри этой группы – Франция или Англия, или Япония – кто может выставить против Соединённых Штатов Америки. Они все выполняют то, что им скажут. Поэтому я думаю, что это, так сказать, картина, которая есть. Фашизм тут вообще ни при чём. Потому что, так сказать, когда соединяются группы, для этого совсем не обязательно иметь фашизм. Для этого существует конкуренция монополистическая. Самая богатая и самая крупная страна, естественно, выигрывает в этом. Но это не значит, что фашизма не может быть, но и с необходимостью он не вытекает. Нет такого закона, что при империализме обязательно может быть фашизм. Вот можно сказать, что фашизм может быть только при империализме – это да. Он не может быть не при империализме. Вот это верно. Так, вот Иван Михайлович очень правильно задаёт вопрос. С кем надо бороться? Очень, мне кажется, важный вопрос. Вот он очень хороший. Почему? Потому что, если это бесклассовое общество, то нет никакого другого класса, с которым рабочий класс должен с классом бороться. Нету. Потому что нет классового антагонизма. Потому что нет противоположности и интересов. А с кем надо бороться? А с теми, кто во главу угла ставит приоритет не общественных интересов, не интересов рабочего класса, а каких-то особых. Отдельных коллективов, отдельных групп, отдельных личностей и так далее. Вот как рассматривать выдвижение во главу угла каких-то особых интересов, противоположность приоритету общих интересов? Это надо рассматривать как мелкобуржуазность. Почему? Потому что, как вы себе представляете деятельность товаропроизводителя? Не то важно, что я делаю, то важно, что я за это буду иметь. И вот этим людям, которые выставляют свои особые интересы, им не важно, на каком они посту. Они в правительстве, они в партии, они рабочие, они инженеры, они ученые, обществоеды и так далее. Им не важно, где они находятся. Важно, где как раз можно получить. И вот это то, что они получат. Или они имеют государственные дачи. Конечно, они не буржуаи, когда они имеют государственные дачи. Но вот они уже, как бы им закрепить эти государственные дачи, превратить бы их в частную собственность. Это было бы хорошо. Что это такое? Плох тот мелкий буржуа, который не хочет стать буржуа. Это тенденции все мелкобуржуазные. Поэтому ответ у меня такой. С кем надо бороться? Со всеми, кто проявляет мелкобуржуазные тенденции. Леонид говорил, сколько мы таких мерзавцев нашли среди рабочих, в том числе среди рабочих типографий партийных, которые стараются сделать поменьше и похуже, а получить это денег побольше. Так что весь социализм – это борьба с мелкобуржуазностью. Мне приходилось читать лекции, в том числе и в Доме политпросвещения, и этот вопрос ставить прямо. Скажите, пожалуйста, борьба с мелкобуржуазностью. Вот если так – классовая или не классовая? Все аудитории говорили – классовая, конечно, с мелкобуржуазностью. А просто, когда скажешь, вот с этим плохо, с недостатками, с минусами, ну, это как бы мы подчищаем, выметаем и так далее. То есть как раз острота классовая пропадает. А если это мелкобуржуазность, она мгновенно превращается в буржуазность, как только создаются для этих условий. Какие условия? Переходим к тому… Да, вот, Иван Михайлович, я очень многих видел общество-ведов, хочу их назвать, которых, может быть, вы их просто не знаете. Товарищ Александров, наверное, заведующий сектором теории революции Института марксизма-ленинизма. Он выпустил в самый разгар контрреволюции два таких сборника – «Маркс, Энгельс, Ленин о диктатуре пролетариата» и «Маркс, Энгельс, Ленин о борьбе с контрреволюцией», заведующий сектором теории революции. И я хочу сказать, что это было явление, работник Института марксизма-ленинизма. А, конечно, в целом Институт марксизма-ленинизма предал рабочий класс. Сергеев Алексей Алексеевич и Дерябин в Институте Академии наук и экономики, они пламенные были бойцы и борцы против товарности. И благодаря им, а еще добавить надо сюда, и Покрытана из Одессы, и товарища Золотова, товарища Моисеенко, и товарища Долгова, и Кашенко из Ярославля, и Галко можно здесь добавить. У нас была такая мощная группа обществоведов, которая никак не позволила Горбачёву провести ни на одной научной конференции всесоюзной решение о том, что надо идти на рынок. Везде мы их в этом плане разбираем. И даже завзятые товарники, такие как Пешихонов, наш профессор, он же стал выпускать сборник не товарного производства при социализме, а непосредственно общественный характер социалистического производства. Но, вот это как раз говорит о том, что недостаточно в сфере общественных наук бороться за социализм. Потому что плюнул на это всё Горбачёв, пригласил Абалкина, который является политической и экономической проституткой, и как бы он от имени экономической науки поддержал движение к чему? То есть на рынок. А скажем тот же самый Генпиген, который был руководителем экономической секции Президиума Академии Наук, сделал доклад по поводу эксперимента. Такой был эксперимент о том, как стимулирование проходит, если перевести на всякие разные формы самооплупаемости и так далее. Он сделал доклад и говорит, ни к чему хорошему не ведёт, никакого результата не дало. Его прогнали. Поэтому те же самые общественные виды, оторванные от рабочего класса, а связь обеспечивала партия. Если партия разлагается, эти общественные виды на свой страх и риск вели отдельные бои на разных отдельных участках. Тот же самый Мишин, например, из Нижнего Новгора, тоже известный философ. Таких было достаточно много людей. Тот же самый Косолабов, который был против рыночного понимания социализма. А в другом вопросе, вот он в вопросе о развитом социализме, к сожалению, заглотил эту гнилую идею и её потом пропагандировал. Тут есть противоречия. Так, вот товарищ Захаров выступал из института советской торговли. Институт советской торговли есть, а торговли при социализме нет. Почему? Потому что нет. Потому что торговля в точном политико-экономическом смысле состоит в чём? В продаже. А продажа состоит в обмене товара на деньги. И денег при социализме нет, поскольку производство непосредственно общественное. И поэтому есть эквиваленты, которые называются рабочими квитанциями. Это написано у Маркса, у Энгельса, у Ленина написано о том, что государственный продукт – продукт социалистической фабрики. А обмениваемый на крестьянское продовольствие не есть товар в политико-экономическом смысле. Во всяком случае, не только товар, уже не товар. Перестаёт быть товаром. Насчёт перемены с точки зрения на социализм – это я читал во многих источниках, эту лажу, я бы сказал так. Потому что с этим ходят те люди, которые хотят извращать Ленина, которые Ленина или не читали, или читали, но тем не менее уже умышленно извращают то, что ставил и говорил Ленин. Потому что последнее выступление Ленина было такое, могу и вам сказать, на пленами Моссовета из России. Я верю, что из России НЭПовской будет Россия социалистической. А речь шла о том, что нужно не кавалерийскую атаку на капитал брать, как было в период Гражданской войны, а необходимо перейти к тому, чтобы делать то, что людей раздражает наших лучших товарищей, то, что делают в Китае. То же дело разрешил и Ленин. И разрешил это и Сталин. То есть, эта партия разрешила, если бы не политика НЭПа, нельзя было бы построить крупное социалистическое хозяйство, и нечего было бы его построить, и не строить плановое хозяйство. А что касается того, сколько мне уже приходилось многократно на эту тему выступать, я уже устал, честно говоря. Объясняешь людям, что такое социалистическая страна, они говорят, а там нет социализма. Ну, во-первых, если это переходный период, там есть социализм, и есть капитализм, и есть борьба капитализма и социализма. Только капитализм там в прихождении, а коммунизм там в возникновении. Но, если это переходный период, то вот правильный был истинный вопрос, а не вот так, как здесь вы ставите, что всё, нету там социализма, нету там социализма готового строя, нету там такого, чтобы вся экономика была социалистической, потому что там часть собственности государственная, общественная, а другая часть частная, капиталистическая. Причём частная – разная, частная – мелкая, частная – патриархальная, частная – мелкотоварная, частная – крупный капитал и так далее. То есть, что это есть? Это называется переходный период. Противоречие переходного периода состоит в борьбе нарождающегося коммунизма с умирающим, но не умершим капитализмом. А вы все знаете, что раненый зверь может огрызаться и может привести дело к тому, что он и выздоровеет, и может сожрать того, кто с ним боролся. Поэтому это совершенно… Вот если люди обращают внимание на то, что надо на это обращать внимание, это хорошо. Но ещё больше Ленин научился. Надо видеть ростки нового и коммунистического. Вы там видите кризис в Китае? Кругом во всех капиталистических странах кризисные явления. Ну сколько темпы роста в США? 2,7. А сколько у Китая? 7,2. Есть разница? Теперь, это не видно на международной арене, вокруг кого и кто группируется. Значит, такие страны, как Россия, Индия и Пакистан, которые они хотят, это капиталистические страны, причём крупные, имеющие ядерное оружие, и группируются вокруг Китая, которые имеют ядерное оружие и ракетное вооружение, но слабое по сравнению с Россией. Вот в такой комбинации, которая сложилась в Шанхайской организации сотрудничества, мы имеем полюс на сегодняшний день, противоположный тому полюсу, который выстроил американский империализм. Противоположный. И по мощи там собрались четыре ядерные державы. Причём, когда собираются совещания министров иностранных дел, в это время почему-то проводится совещание министров обороны. И я думаю, что при таком раскладе, возьмите вы другую организацию страны БРИКС, опять вы там обнаружите Россию, которая спасается под крылышком у Китая. Почему? Потому что американцы могут представить только Китай, а не Россия с 1,7% мирового ВВП, а у Соединённых Штатов 17%. То есть, если не этот союз, вот скажем, капиталистической России и переходного Китая, который является социалистической страной, не построивший социализм, ещё пока. А насчёт того, что быстро, вот мы быстро построили социализм, лучше медленно его строить, чем построить, а потом перейти снова к капитализму и разорить весь народ. Не говоря уже о том, что когда мы начинаем думать о том, что вот, дескать, просто одно решение. Не просто одно решение. Для того, чтобы принять то решение, которое было на 22-м съезде принято, значит, уже была одна программа партии, которую Сталин отправил в архив. Тружков вправде писал об этом, что уже такие идеи всенародные государства бывали, были уже в довоенное время. И они отправлены были в архив товарища Жданова без права оттуда, что-нибудь доставать, без специального решения. Потом снова это дело вытащили. То есть давно уже это была тяга к тому. Это раз. Во-вторых, что произошло у нас после войны? После войны, как говорится, мы победили. Да? Мы победили, да. И что? Сколько мы потеряли людей? И какие люди у нас погибли? Те, которые где-то сидели в сторонке, или те, которые вперед шли и выступали? Кто шел в атаку? Самые смелые, самые принципиальные, самые твердые или самые беспринципные пошли в атаку, а твердые у нас сидели в тылу? Вот у нас очень изменилось соотношение сил. Настолько изменилось, что оказались люди какие-то смирные в партии. Ну, если до этого человек кричал «Сталин», «Вождь», «Самый выдающийся» и так далее. Приходит Хрущев выступает на съезде, причем не на последнем заседании, а после этого заседания закрытого, где Хрущев зачитал свой клевеснический доклад, еще, между прочим, было директивы по одиннадцатому пятилетнему плану, а потом о разработке программы партии. То есть, как ни в чем не бывало, продолжается съезд и никого не нашлось, чтобы этого самого Хрущева арестовал. Ну, это же враг, так сказать, враг, человек, который пошел против коммунизма. Это ведь не просто речь идет о Хрущеве. Значит, подобрал уже Хрущев, двадцатый съезд уже подобрал. А как подобрал? А надо застрелить вот одного, того высокопоставленного, берегу. А другие, чтобы знали, что могут и вас застрелить. Ну, а как еще подбирают делегатов съезда? А уж двадцать второй съезд подобрали. Вот они уже были подобраны для того, чтобы управлять. Им не хватало только одного, одной записи не хватало. Потому что все контрреволюции и революции происходят в один день. Мы отмечаем 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. А день контрреволюции тоже один день, когда диктатуру патриата заменили на всенародное государство. Потому что ее заменили тем самым на диктатуру буржуазии. И если уже ее заменили, значит, к этому времени только на бумажке уже заменили. Чтобы заменить на бумажке, нужно было ее уже в головах заменить. До этого членов партии и всего руководящего состава. Который уже ждал, как бы вот эти самые блага, которые были у партийных руководителей, всякие дачи и курорты и так далее. Нельзя ли бы их сделать не государственными, которыми они пользовались, а чтобы они превратились в частные. Они сразу превратились в частные. Очень быстро. И насколько быстро мы это дело наблюдали. Прошло. И тем не менее, разложение вот этого самого коммунизма и переход капитализма, то есть реставрация капитализма заняла 30 лет. А что касается сроков у Китая, ну, когда миллиард 390 миллионов, то я бы вообще бы остерегся делать какие-то замечания в адрес сроков, которыми идет. Хорошо, что там не поумирал весь народ, и что там не разразились бы такие волнения, когда все друг друга не поубивали. Потому что, когда речь идет о кормлении, так сказать, организации жизни миллиардов людей, то выступать с такими вещами, что, дескать, долго вы, ребята, там строите, я думаю, это неприлично и неправильно. Особенно, особенно из той страны, не перебивайте меня, из той страны, в которой вообще потеряли социализм. И потеряли социализм, в том числе мы с вами, мы с вами в таком возрасте, когда вы в этом участвовали, то есть присутствовали, по крайней мере, при этом. Спасибо. Дорогие товарищи, что касается, мы встречаемся 7 февраля. План занятий будет опубликован в газете «Народная правда», на сайте Фонда Рабочей Академии, также на сайте РКВП, надеюсь, будет опубликован. Традиционно я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю совместить приятность с полезным, а именно, воспользоваться этими каникулами, чтобы почитать, проштудировать, выстучать работы классиков парксидного ленизма. Как известно, брои теоретические ошибки приводят к большим фактическим катастрофическим последствиям. Итак, всего хорошего. Встречаемся. Продолжение следует...